Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Олеги Мирной. И сегодня у нас с вами карта дня на 15 мая 2022 года. Это у нас воскресенье, день солнца. Давайте посмотрим, что нас ожидает в этот день. Прогноз у нас для представителей всех знаков зодиака. День, я думаю, будет непростой. То есть, скорее всего, что в этот день вы будете принимать какие-то важные решения. То есть, здесь имеют место быть еще также какие-то союзы определенные. То есть, ваш союз с кем-то, допустим, с каким-то человеком, которому вы можете быть каким-то образом привязаны. То есть, когда что-то нас с кем-то связывает, держит что-то. Ну, давайте посмотрим. Общая карта дня на 15 мая. Какое-то обнуление, какое-то обнуление веселья, приятное времяпрепровождение, спонтанное какое-то неожиданное знакомство, допустим, получение каких-то новостей. Но это как-то неожиданно все будет. То есть, что-то произойдет такое, что вы не ожидали. Что вы не ожидали. Ну, это карта радости, карта счастья, допустим. Также эта карта указывает и на детей. То есть, здесь в этот день особое внимание уделите, пожалуйста, детям, допустим. То есть, вот их развитию, да, там как-то их здоровью, к примеру. Ну, и здесь какая-то спонтанность, внезапность. Что-то такое вот будет, что вскружит, скажем так, голову. Так, давайте посмотрим, в чем будет заключаться позитив дня 15 мая 2022 года. Позитив будет заключаться в том, что вы, несмотря ни на что, каким-то случайным образом обойдете очень какую-то плохую ситуацию для себя. То есть, вы не попадете в ловушку. Вы не дадите возможность кому-то вас облапошить, да, то есть, обдурить вас. То есть, и при этом это не то, что будет, знаете, это не то, что вы как-то вынашиваете планы какие-то или там продумываете все. Нет, здесь будет вот такое счастливое стечение обстоятельств. В то же самое время по этому же стечению обстоятельств вы сможете получить какой-то желаемый результат. То есть, потому что эта карта, она говорит нам о чем? Победой любой ценой. То есть, в любом случае вы одержите какую-то победу. Что-то хорошее вы для себя получите. Давайте посмотрим, в чем будет заключаться негатив в дне 15 мая 2022 года. Негатив будет заключаться в том, что если вы закроетесь, да, ничего не вижу, ничего не слышу, ни о чем не хочу думать. Вот это будет в негативе. Если вы не будете предпринимать никакие шаги, если вы как-то зациклитесь, да, на своем внутреннем мире и не захотите, скажем так, открываться для всех остальных. То есть, ну, я не говорю, что для всех вы должны открыться. Нет, конечно. Но это, знаете, когда вот человек погрузился в свои какие-то проблемы, вопросы, то есть и он дальше этого ничего не видит и не воспринимает. То есть, когда мы видим, допустим, если есть какая-то ситуация, ее надо разрешить, да, мы вот видим один путь, допустим, и все, другие варианты мы не рассматриваем. Вот это будет в негативе. То есть здесь необходимо снять вот этот блок, да, снять эту повязку с глаз, посмотреть правде в глаза, допустим, правильно все оценить. И при этом не бояться, потому что удача будет явно на вашей стороне. Итак, давайте посмотрим, в чем будет, так, ни в чем. На что следует обратить внимание, да, особое внимание 15 мая. На правосудие, да, правосудие. То есть что-то вы должны будете сделать по совести. Да, у нас вот это всевидящее око. Смотрите, здесь глаза закрыты у женщины, здесь всевидящее око. Откройте глаза, проясните для себя какую-то ситуацию. Вы что-то неправильно оцениваете или не до конца в чем-то разбираетесь. И вот, может быть, вам необходимо изучить какие-то документы, переписку с кем-то, изучить в деталях, чтобы не было каких-то случайных ошибок, случайных промахов. Да, то есть в то же самое время. Смотрите, на что следует обратить внимание, что придется отвечать за какие-то свои необдуманные поступки. Да, то есть вы-то ответите, конечно, с благополучием. То есть вы все равно каким-то образом выкрутитесь. То есть что-то, ну, скажем так, удача будет на вашей стороне. Но если вы где-то совершили когда-то ошибку, то есть не исключено, что в этот день на это событие могут обратить люди внимание свое. То есть вас могут призвать, скажем так, к ответу. То есть вам необходимо ответить за что-то необдуманное. Человек может при этом упираться и говорить, нет, я вообще как бы не при делах. Это вообще было давно и неправда. И ничего я знать не знаю. Но тем не менее, то есть к ответу все равно вас могут призвать. Или это будет касаться людей в вашем окружении. То есть это не обязательно в вашей ситуации, да? Это может касаться кого-то в вашем окружении. Но тем не менее, из вот этой затруднительной ситуации получится выйти, скажем так, сухим из воды получится выйти. В общем. Так, давайте посмотрим, в чем будет ни в чем-то. Что ж у меня сегодня? В чем, ни в чем. Какая карта характеризует личные взаимоотношения? 15 мая 2022 года. В личных взаимоотношениях будет все хорошо. Праздник, счастье, удовольствие, удача. Вы можете быть в кругу семьи, в кругу родных, да, близких. То есть можете что-то отмечать. Можете как-то просто проводить время. Это карта отдыха, карта хорошего времяпрепровождения. Но смотрите, что здесь может еще быть. Да, как нам карты показывают. Вот эта ситуация может касаться любовных треугольников. То есть не исключено, что у вас в этот день могут быть какие-то разговоры, да, то есть вот какие-то поднятые темы, касающиеся любовных треугольников. То есть, да, человек может как бы попасть просто в затруднительную какую-то ситуацию, как ему, что ответить, как быть, как поступить. И потому что могут призвать к ответу. Так, хорошо, давайте посмотрим далее. Рабочая сфера, да, что ожидает 15 мая в работе, да, какая карта характеризует рабочую сферу. Ну, в работе будет все хорошо, да, то есть внесение какой-то ясности, подписание чего-то, оформление, составление отчетов, допустим, сверка какая-то, продумывание, знаете, как бы, все до деталей вы будете, все по мелочам будете рассматривать, все будете детально продумывать, анализировать. То есть, вы можете работать в этот день с какими-то документами, да, несмотря на то, что это как бы выходной, но тем не менее, может быть, эта работа будет какая-то на дому. То есть, то, что от вас было закрыто, в итоге станет вам известно, вы в чем-то разберетесь, вы несете в это ясность, да, то есть каких-то документов, каких-то процессов вы сможете разобраться, вам это под силу, так что не переживайте. Итак, давайте я, наверное, эти карты немножечко подниму. Так, красивая вообще колода, мне очень нравятся вот эти карты. Так, давайте посмотрим. Можно ли 15 мая 2022 года давать деньги в долг? Можно ли давать деньги в долг? Можно? Все можно. Так, хорошо. А можно ли брать кредит 15 мая 2022 года? Можно ли брать кредит? Нет. И общий совет карт для представителей всех знаков зодиака на 15 мая 2022 года. Общий совет карт. Так, общий совет карт. Ну, совет, да, проведите время среди своих родных, близких, да, проведите время дома. По возможности, по возможности наведите порядок, да, то есть уделите время детям, вашим животным. То есть вот как-то так. То есть вы должны этот день провести в большей степени вот как-то в семейных каких-то домашних делах и заботах. Ну, работу, если у вас, понятное дело, там работа намечена, то есть ее никто не отменяет, но вам необходимо что-то сделать для вашего жилища, для ваших родных. Да, отнеситесь с любовью, да, к тому месту, где вы находитесь, то есть где бы вы ни были. То есть вы должны как-то проявить себя через определенные какие-то чувства, да, то есть подойдите ко всему с любовью, с благодарностью, как-то отблагодарите кого-то. Может быть, вы, кстати, будете делать покупки еще, да, для ваших близких людей. Какие-то подарки можете покупать. Может быть, вы собираетесь купить животное, я не знаю, или помочь как-то животным в приюте. То есть у каждого могут быть разные какие-то ситуации. Но это то, что даст вам, скажем так, то, что вам принесет хорошую какую-то энергию, да, то есть вот то, что вас будет питать, что-то светлое такое будет. Поэтому действуйте, проявляйте себя, проявляйте себя, главное, вот как-то в направлении семьи, направлении семьи, направлении дома. Да, все остальное, все пройдет, все наладится. Давайте посмотрим еще общий совет карт. Так, что тут? Опа. Общий совет карт на 15 мая. Отпустите свое прошлое. Вас изматывает груз прошлого, который вы таскаете за собой. Пора сбросить с себя это бремя. Сохраните только полезные уроки и любовь в остальное, а остальное оставьте в прошлом. То, что вам не нужно или нежеланно, пусть уходит. Да? Отпустите все плохое. Да, отпустите вот эти все негативные какие-то воспоминания, отношения. Пусть оно идет. Не держитесь за это. У вас все будет хорошо. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.